Друзья, добро пожаловать на геймстезе. Зовите меня Джекман и мы продолжаем проходить третьего Ведьмака. И давайте начнем, знаете с чего? Поможем одной старушке, которую мы встретили здесь в Залипье. Это у нас значит будут ведьмачьи заказы. А где? Не понял. Дополнительных что ли? А вот, дополнительных. Это не ведьмачьи заказ оказывается. Но она просила нас очистить ее особняк от каких-то монстров или от монстра. Найти семейный особняк Риордонов. Хорошо. О, рядышком есть быстрое перемещение. Я думаю, что это задание будет очень простым. Сейчас придем туда. Там скорее всего будут какие-нибудь кули. Убьем их. Она нам дала еще какой-то ключик. От какой-то шкатулки. В этой шкатулке должны лежать какие-то ценности. И это будет нашей оплатой. Должно быть об этой усадьбе старушка и говорила. Так. Убить чудовищ в особняке. Ну пока никаких волн нету. Ну когда чудище рядом, то при использовании ведьмачьего чутья видны волны. От их рычания, криков. Так. Вот тут есть лупа. Походу на стене что-то есть, да? Вход. Вход в пещеру. Так. Вот лупа. А, лупа внутри этого здания. Это не пещера, это какой-то подвал. Давай глянем. Так. Тут нам нужен факел. Вот паутина не сгорает, да? Вот непроработка. Смотри. Вот прохожу с факелом, а паутина не сгорает. Что такое? Ой, Геральт, ну что ты, е-мое? Ты такие зелья пьешь. А какая-то вонь в подвале тебя вдруг. Так. Ну скорее всего здесь какой-нибудь призрак, наверное, будет. А, не монстр. Ой, как много здесь этих луп. А вот тут че? Вот тут вроде че-то есть, но... А, наверное, надо мной. Так, ладно, это все мы... Опа. Это все мы потом будем лутать. Тут слишком много всякого лутовства. Так, это надо вынести к херам собачьим, я понял. Арт. Сейчас что-нибудь выпрыгнет. Видишь? Даже подпорку сделали. Но опять же, смотри, тишина. Если бы там был какой-нибудь, не знаю, гуль или накер, то были бы слышны его рычания. Странно. Эта стена выглядит так, будто ее построили позже остальных. Скелет в стене. Ну что ж, такое случается даже в самых порядочных семействах. Мужик. Ему было лет 30-40. Следы от открывавленных ладоней. Несколько страниц вырвано. И так я умираю в темноте от голода и жажды. Боже, смилуйтесь надо мной. Прощальное письмо Гумберта. А вот и пришло время мне умирать от голода, от одиночества, в темноте, в собственном имении, где мои крестьяне прямо за этими стенами собирают урожай. Кричать бесполезно никакой крик не слышен снаружи каменного склепа, в котором меня замуровал этот подонок Родерик. Но это не самое страшное, что он со мной сделал. Он похитил мою Долорес. Я проклинаю его. И тысячи проклятий пусть падут на Родерика из гроз Велена. Не за то, что он отнял мою жизнь, а за то, что он отнял у меня ту, что придавало моей жизни смысл. И если кто-то найдет мои останки и эту записку, отыщите мою сестру Долорес Риордон и расскажите ей правду. Я был убить ее соблазнителем, человеком, ради которого она меня бросила. Под лицом по имени Родерик из гроз Велена. Он напал на меня сзади, оглушил и замуровал в стене. Ему даже не хватило смелости перерезать мне горло. Но, несмотря ни на что, я надеюсь, что с ним она будет счастлива. И если так, то я упокоюсь с миром. Но если он придаст ее, мой призрак не даст ему покоя до конца его презренной жизни. И пусть он сдохнет, как я, одиноким и всеми покинутым. Так. Понятно, короче. Больше ничего нет. Теперь давай лутать. В общем, здесь будет призрак. Наверное, придется дождаться ночи. Пока вроде никто на нас не нападает. Так, подожди, подожди, подожди. Мы отсюда пока не уходим. Я здесь не все собрал. Где-то тут еще. Вот. Вроде как бы я собираю хлам, но... Это нам в дальнейшем может очень пригодиться. Для приготовления всяких зелий. А что? Геральт, вон там еще есть. Креба на ведро, уходи. Нифига себе. Ведро. Что за охеревшее ведро, я не понял. Вот из-за ведра мы не можем... Во. Все. Херню взяли, но ничего. Пойдем дальше смотреть. Надо попасть вот в это здание. Закрыто. Ну ладно. Сейчас. Откроем. Так, факел надо убрать. Факел нам больше не нужен. Хм. Так внутрь не попасть. Может быть как-нибудь по крыше, я не знаю. Так. Геральт не хочет почему-то на крыше забираться. А вот, да, я смогу зацепиться? Вряд ли, наверное. Ну, я попробую, конечно. А, нет. Это все-таки не Ассасин Скрит. Обезвредить? А че это? Ловушка? С этим разобрались. Тут тоже че-то есть. Растяжка. А кто это установил вообще? Вот и все дела. Растяжка, ловушка. Вот еще. Так, с этим разобрались. Ну-ка, здесь можно войти? Что-то тут не так. Ага. Вот еще растяжка. А, растяжка. Вот там еще растяжка. Кто-то явно не хотел, чтобы сюда кто-то заходил. Растяжка. Арбалеты вон, три штука. Ни хрена себе. Че происходит? Вот и все дела. Так, с этим разобрались. Призрак прошлого. Обыскать сарай. Найти лестницу, используя ведьма чуть-чуть ее. Вот лестница. Может, ее хватит, чтобы забраться на чердак? Да, при желании можно было и без лестницы забраться. Посмотрим, что там наверху. Растяжки. Ловушки. Ведьма-чемеч. Реакция тебя подводит. Мои ловушки не слишком тебе навредили. Лето? Признаюсь, тебя я тут встретить не ожидал. Ты с ними? Лето. Вот тебе раз. Че за приколы? Ты о чем? Что ты здесь делаешь? С ними? Ты знаешь, что я работаю один. Что ты здесь делаешь? Жду тех, кто хочет меня убить. Что ж, меня ты можешь не опасаться. Я принял заказ от одной старушки. Обещал ей избавиться от чудовищ. Здесь я тебя уже выручил. Надеюсь, ты не забудешь об этом, когда пойдешь за наградой. Так, неплохое укрытие. Кто тебя преследует? Кому ты перешел дорогу на этот раз? Император решил избавиться от неудобного свидетеля. После Локмуилу я встречал много желающих меня убить. Теперь понятно, зачем все эти ловушки. Приходится быть осторожным. И видно, не без причины. Ой! Обычные бандюганы. Лето, прикинь, лето. Вот так вот я пришел тут чудовище убивать, а тут лето. Лето, конечно, то еще чудовище. Так, тебя и правда обвели. Наверное, ты уверен, что он тебя обманул? Может, эти внизу нашли тебя сами? Я скорее съем свой сапог, чем в это поверю. Надо от них избавиться. Ты идешь? Ясное дело, помогу. Веди. У нас есть план? Будем импровизировать. Импровизатор хренов. Посмотрим, как лето делится. Давай, лето, работай. Ай. О, молодца, лето. Знаки используешь. Смотри, я прокачал свой знак. Видал? У меня круче, чем у тебя. Тихо. Че вы своими топориками можете сделать, придурки? Давай, лето, кончай его. Ну или того кончай. Вот, теперь вот того кончай. Твои же обидчики. Ты убивай. Лето, не зарамози. Иди, иди сюда. Лето, вот, вот, давай. Лето, наноси удар. Ах, твою мать. Отхватил таки я. Ты че такое лето слабое, я не понял? Смотри, как надо. Оп. 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 Приходится тебя учить, блин. Идиоты. Слабовато они вооружены для наемных убийц. Это только разведка. Проверяли, не обманул ли Людвиг. Остальные тоже где-то рядом. И твой старый знакомый, должно быть, знает где именно. Только он знал, что я здесь. Значит, он им все и рассказал. А теперь я с ним немного поговорю. Да, я бы хотел на это посмотреть. Разговор обещает быть интересным. Я бы с удовольствием на это посмотрел. Так пойдем вместе. При виде двух ведьмаков язык у него развяжется куда быстрее. Держись рядом. Это место хер найдешь, если не знаешь, где искать. Туша лета за двух ведьмаков очень даже сойдет. Тут получается три ведьмака. Подожди, лето, подожди, лето, подожди. Людвиг этот не лучший твой друг. Знаешь, как бывает в нашей профессии. Вечером пьешь вместе вино, а утром проверяешь, не обокрали ли. Как ты с ним познакомился? Это было еще до того, как король Фольтест оставил этот мир. Воедирне за Людвига назначили награду. Деньги были солидные. С обычными заказами тогда было туго. Так что я решил достать этого ублюдка и немного приподняться. Выследить его было проще, чем убить утопца. Он кутил в золотом висельнике, в самом центре Хаги. Я поймал его, связал. Но пост стражи заступал только на рассвете. Так что у нас было еще несколько часов. Мы начали болтать, чтобы убить время. И так разговорились, что утром я его отпустил. А этому ты ему и поверил. Думал, он хочет тебя отблагодарить. Я был глуп. А за глупость надо платить. Только за предательство надо платить дороже. Ясно. Блин, я там шкатулку не нашел. Придется вернуться. Так куда ты скачешь, Геральт, успокойся? Труп женщины. Теперь помедленнее. Лето, здравствуй. Рад видеть тебя живым и здоровым. Неужели? Ну как же? Мы в конце концов старые товарищи. А этот вот кто? Так, Геральт из Ривии не твое дело. Тот, кто знает, что ты предатель. Ну, вот эти варианты, как ты знаешь, не очень это. Давай просто представимся. Геральт из Ривии, ведьмак. Еще один ведьмак? Что же у вас тут? Заказа много в этих местах. Садитесь. Может, выпейте чего-нибудь? Я не пью с предателями и продажными шкурами. Эй, эй. Думай, что говоришь. Ты на моей территории. В усадьбу нагрянули люди Вестера. Только ты знал, что я там. Ты сам говорил, что они идут по твоему следу. Может, они тебя выследили? Угу. С твоей помощью. Вы не пробыли здесь и пяти минут, а уже успели меня дважды оскорбить. Такую сволочь, как ты, и оскорблять нечего. Внимание, господа. Это ведьмаки? Ведьмаки не нападают на людей. Для вас мы не сделаем исключение. Оп. Разошлись, ребята. Пошел нахер. Лето, надо было его на лету рубить пополам. Ты че? Лежи спокойно, не то истечешь кровью. Говори, где люди Вестера, и я дам тебе зелье, чтобы остановить кровь. Они к северу отсюда. В Залипе. В Залипе. Так, можно я просто промолчу, нет? Врешь, ты уже один раз обманул. Сколько тебе заплатили за измельную? Что-то я тебе не верю. С чего мне врать? Лето, прости меня. Я ж против тебя ничего не имел. Ничего личного. Последнее время у нас скверно шли дела. И мы попались под руку черным. А потом появился Вестер. Он предложил половину награды за тебя и охранную грамоту императора. Сам понимаешь, таким как он, не отказывают. Понимаю. Эй, а мое лекарство. Видишь ли, Людвиг, таких как я не обманывают. Едем к Вестеру. Я с тобой. Последнюю фразу, лето буквально у меня с языка это сорвал. Я только хотел сказать, что таких как я, ну как он, не предает. Так, подожди, а это... Можно с ним? Ладно, ладно, жалю, все. Не сожжут тебя собаки. Давай. Арно Вестер. Нильфгаардское имя. Родом он, кажется, из Миттины. Но убивал повсюду. От Дальнего Юга до Драконьих Гор. Я о нем не слышал. Он брал себе разные имена. Брэндон Вильф, Аппо Саксон, Манфред Смешок. Манфред Смешок? Хорошее имя для комедианта. Его жертвам было не до смеха. Он вырывал им зубы один за другим. А потом разрезал рот от уха до уха. Так у нильфгардских уголовников наказывают за долги. Выходит, он сделал завидную карьеру. Из преступников на службу к императору. Да, ворон ворону глаз не выклюет. Смотри в оба. Ты думаешь, они правда здесь? Не знаю. Но, как я уже говорил, я стал очень осторожным. Ты любишь сверчков? Ты их грызешь или глотай? Ведь он кроватый порой. Должно быть и дома он сам кровь пролил. Сбежать. По славе все ненужности. Опуни, как печка горячая. Одна мама другой бабе засадила в жопу грабли. Сестрам ее надо забрать. На болото. На чем за помощь? Я детишек вчера по грибы послала. Красивые кони. Они должны быть стоят больше, чем вся эта деревня. Что ж ты за мать? Ну вот теперь остальные не лучше. Как вам дожди? Распеть ли у него льдом? Такой чудик. Что в этом сарае? Сено. Окей. У вас гости? Беги к родителям. Пусть заберут из дома все ценные и сматывайтесь отсюда. Понял? Вот молодец. Отдай это маме. А теперь беги. Что ты дал ему? Компенсацию. Будь здесь. И не вмешивайся, чтобы не случилось. Заткни уши. Ладно. Не будем вмешиваться. Хотя все будет зависеть от ситуации. Что там такое, мать вашу? Гром какой или что? Молчать. Лето из Гулеты. Рад видеть тебя живым и здоровым. Забавно. Второй раз за сегодня слышу эту ложь. Это не ложь. За живого я получу больше. И сколько же? Хватит, чтобы прикупить усадьбу в Ковере. И жить там припеваючи до конца дней. Неплохо. Не каждому везет узнать цену за собственную голову. Большинство не хотят этого знать. Но зачем ты пришел? Решил облегчить мне жизнь? Да мы тут мимо проезжали. И я решил, наконец, взглянуть на славного Арна Вестера. Ты мне льстишь. Жаль, не выйдет познакомиться поближе. А что такое? Уже уезжаешь? Нет. Просто я тебя сейчас убью. Собрался меня убить? А ведь ты меня даже не знаешь. Нехорошо. Придется тебя за это наказать. Но убивать я тебя не буду. Просто отрежу тебе обе руки. Всем поотрезаю руки. Одному за другим. И культяшки будут вам до конца дней напоминать, как вы ошиблись. Сука, ебись ты конем. Поговорить с человеком не дал. Он меня спровоцировал. Кстати, да, зачем? Против тебя мы ничего не имеем. Но одно неверное движение и... И что? Кончишь, как он. Ну, что скажешь? Вам конец. Мне не нужны неприятности. Так. А если я скажу, что мне не нужны неприятности? Может быть, договориться сможем? Почему Лето подставился под стрелу? Он как будто это сделал нарочно. Идите своей дорогой, а я пойду своей. Мудрый выбор. Голову его берите и поехали. В смысле? Разваливайте из этой дыры. Так, я передумал. Вы все умрете. Вам достаточно его медальона. Да, вам достаточно его медальона. Ничего вы не будете брать. Хотите доказательств? Возьмите медальон. Нам нужна голова. Ты один, а нас трое. Только пока я сюда добежал, Лето с болтом в груди завалил шестерых. Как думаешь, сколько у меня на вас уйдет времени? Бен, бери медальон. Пока бошку довезем, она сгниет еще. По коням, двинулись. Лето же не умер, он просто сознание потерял. А к потере крови. Эй, очнись. Мешок мяса. Хм, замглибарский яд. Что-то не так. Как тряпичная кукла. Выглядит. Ты еще тут. Если бы не я, тебе отрезали бы голову. А, ну вот ты и пригодился. Мог бы меня предупредить. Тогда б забавы не вышло. Это, блядь, что такое было? Не так громко, Геральт. Я только что воскрес. Кстати, зангвибарский яд еще может тебя убить. Антидот есть? Ммм, вседельной сумки. Сейчас выпью и через пару дней буду как новый. Зачем ты все это устроил? Ого. Я говорил, что за мной гнались от самого Лок-Муинна. Их было много. Как-то раз я попал в засаду, едва не погиб. Тогда я решил, что с этим надо заканчивать. Раз и навсегда. Я разыскал банду Вестера и подкупил Арбалетчика. Остальное ты знаешь. Теперь император будет думать, что Лето мертв и прекратит за ним охоту. А Лето там, не знаю. Примет какие-то зелья, которые меняют внешность и все такое, и спокойно заживет. Хотя вряд ли этот человек с такой натурой сможет спокойно жить. Так, ты не боялся, что он тебя обманет. А Людвиг был частью плана. Да, насрать на Людвига. Ты не боялся, что он тебя обманет, так же как Людвиг? Пришлось рискнуть. Но мой план себя оправдал. Весть о том, что Лето из Гулета теперь хладный труп, моментально разнесется повсюду. А мне остается исчезнуть. Так, чего, его в Каэр Морхен, что ли, послать? А он поедет разве? Ты мог бы переждать в Каэр Морхене. С твоими друзьями из школы Волка? Нет, спасибо. Это плохо кончится. Скажи им, что тебя послал я, они поймут. Каэр Морхен, говоришь? Хм... Почему нет? Закончу кое-какие дела и отправлюсь туда. Всех посылаю в Каэр Морхен, что ли. Тебе чем-нибудь помочь? Нет, спасибо, я сам справлюсь. В таком случае увидимся в Каэр Морхене. До свидания. Чего уставился? Ходит такой, от скуки бедных людей беспокоит. Хм... Прикольно было вообще. Пошел на обычный заказ и хераться лето. Так... Все-таки надо вернуться туда в особняк. Я там не нашел эту шкатулку. Где у нас тут быстрое перемещение? Вот здесь. подожди а где особняк-то особняк риордонов теперь иди найди блин я не знаю наверное это сейчас подожди так дополнительное задание вот а тут вернуться к доллара тогда сейчас маркер будет висеть нос то есть маркер будет в залипе да ну да а мне не это надо полин особняк риордонов во нашел поместье рис этих риордонов не особняк у блин я уже думал все плакали мои денюшки так блин особняк то огромный теперь иди найди эту шкатулку начнем отсюда о сразу нашел смотри ключ от сарая а вот ключ от сарая мы нашли но уже поздно нам ключ от сарая подожди куда ты пошел даем и смотри тут тоже эти арбалеты а чё их обезвреживать по себе стоят хотя бабуля то придет блин нарвется на эти арбалеты и умрет нам такого не надо давай-ка знаешь чё подойдем до утра блин в темноте искать шкатулку я думал что здесь будет призрак кажется нет оказывается здесь всего лишь лето всего лишь этот дом мы осмотрели давай посмотрим этот картина ты картину сними геральт возможно за картиной шкатулочка то тут ничего нет посмотрим что на втором этаже посвящен тоже ничего нет пошли дальше смотреть наверное в основном доме так это конюшня а где основной дом то это конюшня туалет большой туалет не войти так 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 подожди подожди так вот там был вот тут был это у нас конюшня вот еще два домика но дверь надо вынести а может быть лето нашел эту шкатулку пока здесь ловушки всякие устанавливал я получается зря сейчас что-то хожу подожди потрепанный дневник третий день фиаинна в этом году летняя жара пришла раньше чем обычно гумберт совершенно не сносен он злится всегда когда я выхожу на реку с пастушками говорит я не должна им помогать но по-настоящему он бесится когда я разговариваю с я нам и фредом кричит что благодарная дама а благородная дама не должна и кшаться сотребьем мал это подрывает его авторитет может быть когда спадет жара он успокоится двадцатый день скука убивает меня я люблю брата и благодарна ему за то что он не продал имение после смерти родителей но как хотелось бы мне жить в другом месте среди других людей сорок третий день у нас гость это сын помещика из окрестностей горсвелина во время охоты он заехал в наши земли и попросил на ночлег какая радость наконец-то хоть какие-то события пятнадцатый день пришло время признаться я люблю родерика и чувствую он тоже меня любит надеюсь гумберт будет рад восемнадцатый день ламаса рассказала гумберту о нас с родериком он просто взбесился кричал что он мне не ровнее может быть удастся его переубедить двадцать первый день ламаса гумберт неумолим но я не намерена жертвовать любовью всей своей жизни ради него если он не оставит мне выбора я сбегу с родериком дневник понятно короче братан любил свою сестру не как сестру он в нее прям был влюблен походу ай ты блин походу нам сюда и надо так надо как-то запрыгнуть на эту крышу что ли давай оп да твою мать так я так могу забраться и мы паркур а зачем мне сюда надо да вряд ли шкатулка здесь лежит ой блин что-то походу ни хрена здесь нет да или я что-то упускаю а здесь я все посмотрел сейчас еще по-быренькому пройдусь там я тоже все посмотрел смотрел смотри один то арбалет рабочий еще надо обезвредить оооо сейчас дождь начнется так неужели лето забрал все а подожди 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 вот я ж тут не был Вот, Долорес Долорес И вот тут вот, ну-ка, 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 ну-ка Смотрите Шкатулка Шкатулка? Долорес Да не Долорес, шкатулку бери, блин Геральт Что Флоренов Флоренов ли Значит, лето не добрался До этой шкатулки Ну и хорошо Вот теперь можно возвращаться к Долорес А-а-а, блин Стемнело-то еще так А где быстрое перемещение? Гроза, мать я Подожди, где быстрое перемещение? Вообще, надо это В противоположном направлении А если бы во второй части Ведьмака Я убил лето, то Вероятно, этого квеста бы не было Ну, то есть, квест бы был Только здесь не было бы лето Бабулечка Я как бы с хорошими и не очень хорошими вестями Ты че на улице стоишь под дождем, мокнешь, дурачок Заболеешь, умрешь А вот и ты Что с моим домом? К тому же безопасно Но у меня есть и печальная новость Я нашел твоего брата, замурованного в стене И вот это Так значит, Родерик Значит, мой муж Его убил? О, небо Мне очень жаль Правда бывает жестокой Но время назад Не вернешь А ты случайно Не находил шкатулки С моими Сбережениями? Я видел ее Это очень щедрая награда Ты ее заслужил Мне пора Да хранят тебя боги Спасибо, бабуль Итак Что дальше? Падение дома Риардон Задание выполнено А дальше, наверное, надо Помедитировать Чтобы вот это вот безобразие закончилось Или пусть остается? Ладно, пусть остается пока Смотрим Дополнительные задания Собрать, по-моему, пир для воронов Это надо будет вернуться в Новиград Высокие ставки Смертельный заговор Это пока нет Ведьмачи заказы у нас остались Чудище из Доброва Ну, тут 25 уровень Нужен у меня 20 Ну, в принципе, как бы Можно взяться за это Будет сложновато Но не так, что прям вообще Да? Вот остальные уже посложнее Вот еще 26 уровня Задание Заказ Аксенфурдский Кровопийца Ну, ясно Это вампир Может быть За сокровищами поохотимся? Вот Ведьмачи древности Улучшение школы кота Снаряжение школы кота А Кота 1 А это просто кота А это кота 3 Так Используя ведьмачью чё Найти чертеж Для улучшения серебряного меча Используя ведьмачью чё Найти чертеж Для улучшения сапог Найти все чертежи Снаряжения Ведьмачьей школы кота Осмотреть подземелье Под храмовым островом Осмотреть развалины Замка Драхим Слушай, интересно Давай поохотимся За сокровищами Теперь И начнем Наверное Вот с этого Да Хотя я Каждый из них Понемножку Успел выполнить Ну Случайно Я это все находил Вот А сейчас прямо Целенаправленно Пойдем это все искать Итак Давай начнем Вот с этого Осмотреть Развалины замка Драхим Это в Новиград Возвращаемся Да Хо 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 Ладно 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 Быстрое перемещение Вот Самое ближайшее Быстрое перемещение Просто надо уже Броню то поменять Вот По идее Конечно Улучшить бы Доспехи Грифона Ну Ведьмачьи доспехи Школы Грифона Ну Хочу Себе Какие-то Новенькие доспехи Так Это бы Конечно Лучше Плотву позвать Че-то я Пешком-то пошел Ну Пошло Эй Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй Что Здесь Такое Что Здесь Такое А Бандиты Всего лишь Всего лишь Бандиты Ну-ка Давай сразу бошку это вы лучше проваливаете пока ваши головы целы блин только лошадь не трогай геральт ну-ка сласьте уже ну давай теперь ты вот хорошо все чистота порядок теперь смотрим блин это погода конечно вообще все портить ничего не видать но с другой стороны атмосферненько получается это вынести надо ясно ой так нам наверх или вниз кровище я думаю что нам вниз тут можно спрыгнуть о все дневник принца адриена чертеж стальной меч школы кота ой как здесь много читать думаю здесь очень интересная история киян великолепно все провернул не хорошо вышло что профессорышка глогер сгинул где-то в подземельях эст тайяра с остальными эльфскими чертежами но даже один эскиз стального меча стоит столько же сколько несколько деревень на юге ридании мы поделили добычу тем более жаль что киян не принял моё моего предложения став моим личным телохранителем он мог бы иметь все чего только пожелает солидное жалование на завтрак икра и клубника на обед омары ванна каждый день придворный цирюльник и куртизанки обоего по обоего пола можно подумать ему у меня чего-то не хватало видать он просто любит шляться по свету ни за что не поверю что яков из дубихи мог бы дать ему больше чем я яков из дубихи подневольный капитан который за горсть мою монет свозит в новиград девок для портовых сутенеров сутенеров а когда аж торм наконец утопит его дырявая корыта киян вернется ко мне поджав хвост дальше какая-то вульгарная брань остальное неразборчиво после большого перерыва приписано люди говорят что летучий олень на котором ходил киян разбился у побережья нив уж не благодаря ли моим проклятием неплохо может мне поступить в школу чародеев из банарда понятно теперь надо посмотреть что наверху но это вряд ли можно выбить да да это нельзя вот но я пока нет так факел вернись ой не с той стороны так хочу я такой типа деловой тут же еще полутать он бухлишко как здесь прям богата столько ништяков всяких рецептов чертежей алмазных пыли опа кровища опять на стене так ну-ка давай зарыгай трупаки что здесь произошло вообще еще трупак поднимаемся дальше и тут тут сундук ну неплохо так прибарахлились а чё здесь можно уже спрыгивать зачем я трачу время там что-то по лестнице спускаюсь спрыгивай вот и все так здесь мы сделали теперь 700 метров 900 нет давай ждать до утра ну и вон нафиг надоело в темноте ползать а остальное снаряжение мы уже пойдем искать следовательно в следующей серии друзья ну а сейчас надеюсь вам понравилось если вам понравилось то обязательно ставьте лайк если вы еще не подписаны на мой канал то обязательно подпишитесь комментируйте нажимайте на колокольчик эти ваши действия очень сильно помогут развитию канала а с вами был джекман желаю всем всего самого наилучшего до новых встреч не ну ребят реально ставьте лайки ну чё вы жмотитесь то что с к да и и в и и и и